Смешарики уже не те. Боляш, страх-страхыч, пьян, дрожь, суициднюша. Кто-то пишет, не хватает ещё безнадёжика. Каждую двести хоть раз пытался выделить ровно логотип Windows. Кто-то пишет, вы не поверите, но я до сих пор так делаю. Когда речь зашла о том, как расфигачить планету. Ребята, я в этом шарю. Кто-то пишет, конец света перенесли на 2060 год. Нет, он на самом деле случился, метеорит упал. Есть ли выжившие? Ставьте лайк, если вы выжили. Ой, какой красивый кот. Кот, тётя, да это британец. Я, обращаюсь к коту. Do you speak English? Yes, of course. На золотую медаль идёт. Оксана пишет, вот это зрение у него. Господи, это же афера века. Ждал, пока девушка соберётся. Это что ещё за шутки? Говорит кот. Нет, просто хозяин тебя очень любит. И в честь тебя, возможно, всё в этом доме, не только подушки. Сидишь, кайфуешь от того, что не надо на учёбу. А потом дверь стучат с криками, откройте это военкомат. Кирилл пишет, а потом оказалось, что это стучатся к соседу. Бесконечное количество новой музыки, жанров исполнителей. Те 15 песен, которые я слушаю с 2009 года. Нет, давайте ещё добавим мой проект с группой Легенда. Кто-то пишет, очередная трещина. Что же вылупится из этого яйца? Пишите своё мнение в комментариях. Что же вылупится из яйца? Это то, которое набрало 50 миллионов лайков в Инстаграме. Ну, год яйца у нас, вы понимаете. Хайп на яйцах делается. Всё, дальше уже некуда. Всё, приехали. Это ещё похлеще, чем мемы читать в интернете. И да, ребят, всем привет, меня зовут Макс. И в этом ролике мы с вами будем читать мемы. Потому что это круто, это весело. Друзья, вы, наверное, помните, что у меня живёт целая колония муравьёв. За своими наблюдаю уже год. Это очень круто и увлекательно, хочу я вам сказать. И вот я решил попробовать себя в роли дизайнера. Навести им красоту на арене. Цветной песок есть, а вот декора не хватает. Да и корм заканчивается. Поэтому я буду участвовать в конкурсе от компании AntPlanet. Ребята из компании AntPlanet дарят фермы и денежные сертификаты всего лишь за лайк. Прикиньте, делюсь только с вами. Розыгры 6 февраля. Все ссылки в описании под этим видео. Переходите и участвуйте в конкурсе. В этот момент где-то остановилось сердце одного перфекциониста. Выброс адреналина гарантирован. Пнуть волейбольный мяч на глазах из рука. Доктор Миньяк пишет. Начать спор с математичкой. Кирилл пишет. Сказать маме, что все проблемы не от компьютера. Егор пишет. Сказать родителям, что пленка на пульте не нужна. Не пленка, а пакетик. Еще сказать бабушке, что скатерть на столе и на твоем мониторе тоже не нужна. Хватит клацать под ухом. Мари, привет, слушай. Вот есть же ананасы в баночках, знаешь такие? По-любому знаешь. Такие кусочки ананаса в банке. Так вот, ты знала, что в одну такую баночку не помещается один целый ананас? Соответственно, другая часть этого же ананаса уходит в другую баночку. Получается, что когда ты ешь ломтик этого ананаса, кто-то где-то ест другую часть этого же ананаса. Мари, мне кажется, мы ели один ананас. Алексей пишет. Это настолько необычный подкат, что я даже не знаю, автор гений или просто дебил. Японец не разговаривал с своей женой 20 лет, потому что она его расстроила. Ну вы знаете, этих японцев у них там все жестко. Последняя цифра твоего лайка решит, кого ты боишься больше всего. Кота пишет. Маму с английского собрания. А кого вы больше всего боитесь? Эта девушка сделала настоящего полнофункционального ББ-8 в качестве диссертации в университете науки и техники. Нет, я не верю, она просто его слепила из Лего. Я недавно был в магазине Лего, там такие продаются. Мужики, кто дарил одну сережку 14 февраля, 2-8 марта? Как, прошло? Кота пишет. А потом она сделала то же самое, только с носками. Кто на таком не катался, тот жизни не знал. Да, там так трясет, что просто можно сотрясение мозга получить, если ты едешь на нем. Чё-то пошло не по плану. Хочешь быть моей девушкой? Звучит заманчиво. А что ты умеешь? Ну вообще, отлично умею готовить и вести домашние дела. Немного пою, классно танцую. Изи сажусь на шпагат, умею рисовать, вязать и даже вышивать крестиком. И ещё у меня отличная фигура, офигенные волосы и кожа без прыщей. Боже, да я идеально, пошёл ты нафиг. Для тех, кто говорил, что Джерри девочка. Да, кстати, я точно помню, были такие споры давно ещё. Якобы Джерри в мультфильме Том и Джерри на самом деле мышь девочка. Вот, опровержение. Сфоткай типа яичница. И кот спит на сковородке и жарится, сам себя жарит. Если ты не знаешь, кто это, то у тебя всё нормально с психикой. К сожалению, друзья мои, я знаю, кто это. Простоквашина разбудите. Да, на нижней полке шарик спит. Кто-то сегодня сидит дома. Прикиньте, тебя так засыпят, это же, блин, задохнуться можно там. Хотя нет, по трубе воздух будет попадать. Может в инду переустановить? Посмотрите, мне кажется, справа такие штучки. Короче, они улыбаются, смайлики стоят. Мне почему-то это бросилось в глаза. Видите, вон они, четыре штуки. Улыбочки и два глаза у каждой. Упс, неловко получается. Она сама на своей спине рисует, зачем? Сань, верни сотку. Владос, верни полтос. Стасик, верни касик. Есть два типа людей. А какой из них ты? Я первый. Всего один вопрос. Что там делает Клава? Ну, может быть, у него в ванной стоит компьютер. Почему бы нет? Машина Саб-Зиро. Какой лучше выставить? Кто-то пишет. Ты только что выставил обе, дебил, блин. У кого-то слишком много времени. И прикиньте, падует ветер и всё испортит. Не, будет обидно, если на середине работы падул бы ветер. Февраль 2021 года. Мечта перфекциониста. Кто-то пишет. Да жить бы ещё до него. Выбираем лучшего гонщика для тебя. Ну, выбирайте, какой вам больше нравится гонщик. Я всегда, всегда за волков. Ну, погоди, потому что волк, ну, погоди, самый офигенный персонаж. Ловись, рыбка большая и маленькая. Совет. В следующий раз, когда твоя девушка разозрится и начнёт кричать, просто улыбнись, начни смеяться. Скорее всего, она не сдержится и засмеётся в ответ. Девушка пишет. Скорее всего, ты умрёшь. Тварь. Денис пишет. Нашёл вот человека, который убеждён, что Гагарин не был первым космонавтом в мире. Это всё советская пропаганда. Аргумент у него был один. Полёт пришёлся чётко на день космонавтики. Таких совпадений не бывает. А совки любят символизм. Значит, пропаганда. Блин, иногда хочется никогда больше не разговаривать с людьми. Вообще. Боже, это... Это самый... Это... Это самый тупой, наверное. Самый тупой-тупой, что может быть. Самое тупое-тупой. Всё. Вот у меня два слов нет. Если астероид будет падать в России. Ща всё расфигачу. О, лол, тут и так всё раздолбано. Ну вот, видите, благодаря России, вся планета, потому что астероиды не хотят падать на нашу Землю. Если бы Россия существовала обовременно динозавров, то динозавры бы тоже не вымерли. Шесть стандартных пост за партой. А какая у тебя? У меня всегда была шестая. При этом я мог слушать. Иногда. Я бы жил в ванной. Да, только будет обидно, если случайный планшет упадёт. Поняв, что завтра суббота, даже грустный котик улыбнулся. А у нас, друзья мои, сегодня суббота. Когда хозяин где-то шарится. А ты дома один, несчастный. Даже не целованный. Они пишут, самое главное, не кормленный. Да, остальное это всё фигня. Когда упал, но не сдаёшься. Боже, это самое оптимистичное, жизнеутверждающее дерево. Наглядная техника самообороны. Кто-то пишет, а если у моего соперника есть руки? Не, а прикиньте, это самооборона для манекенов. Как манекену самообороняться? Типа, поставь подбородок под удар. Не все вспомнят. Кто-то пишет, Чернобыль. Жители России смотрят на Москву. Вы знаете, и грустно, и смешно. Вот мне, кстати, иногда даже бывает стыдно говорить, что я в Москве живу. Понимая то, как на самом деле Россия живёт вся. Гараж шпиона. Мне кажется, что эта ржавчина похожа, как будто гараж закидали какашками. Кото Валентинка. Котовик матрёшка. У всех есть друг, который постоянно хочет жрать. Да, я есть у всех. Когда списал у друга, тебе поставили пять. Чемпион по игре в прятки. Обмануть меня хотел, мышь двуногая. Хм, мышь двуногая. Боже, это так обидно звучит, если кот назовёт хозяина двуногой мышью. Конец света 1 февраля. Правда ли, что человечеству угрожает астероид? Кто-то пишет, да вы только обещаете. Скорей бы уже. Нет, не надо нам никакого астероида. Вы чё? Угораздило же попасть в семью веганов. Твари, отпустите сплинтера. Вы чё делаете? 9 и 11 классов. Самый трудный выбор. А что бы выбрали вы? Соревнования по самому длинному сну в Мадриде. Кто-то пишет, Мадрид, я еду. Интересно, а как узнать, человек притворяется или он правда спит? И судье тут, конечно, тоже нелегко, потому что, возможно, судья тоже спит. Учёные Израиля объявили о создании лекарства, полностью уничтожающего рак. По их словам, они разработали лекарства от рака, убивающие все раковые клетки безо всяких побочных эффектов. Компания провела успешные испытания лекарства на мышах, но признаёт, что тестирование на людях можно занять ещё несколько лет. А вот это действительно здорово. Максим пишет, лучшая новость за последние сто лет. Давайте, давайте, израильтяне, побыстрее. Молодцы. Спокойно, это всего лишь рисунок. Блин, а если водитель резко на эту посмотрит и дёрнется в сторону, и в ком-нибудь врежется? Кругом обман. Да, это долбаная чабата. Она, конечно, вкусная, но, блин, там постоянно дырки внутри. Агент ФСБ. Маш, ну чё ты? Ну хватит, не реви, всю неделю опухшая. Фронталка в слезах уже. Расстались, расстались, ещё лучше себя найдёшь. Этот козёл уже два месяца к Даше в личке подкатывает. Вон, смотри, кости есть, каждый день на свою страницу заходит. И зарплата 45 тысяч. Друзья мечты. Барсик, ну ты и олень. Нет, это кот Санта-Клауса. Ну, ну, короче, просто потому, что он олень, да. Получил удар ничём для гольфа, но парень, который попал в меня, работает в Сони. Вот так-то он передо мной извинился. Кто-то пишет, подскажите-ка адрес, где этот парень играет в гольф. О, вон там, смотрите, слева FIFA 19-я лежит. Я как раз его прохожу сейчас, сюжетку. Потому что Resident Evil я уже прошёл. Когда кто-то сказал, что шаурма фигня. Ну, понятно, за шаурму стреляют в упор. Удобненько? Боже, что ты такое? Как ты это делаешь? Ну, что же это за расписание такое? Чувак, ты остался на второй год 80 раз? Я один не понимаю, как пьют эту фигню. Ничего это не фигня, нормальный сок. Только он немного странный, потому что от него хочется ещё больше пить. Но так-то он вкусный. Лучшая проверка соседа на вшивость. Не, может они поссорились, не разговаривают. И поэтому каждый подметает только свою сторону. Вспомнят только те, кто жил во время икопортов. Вот есть сейчас ноль, что мне было мало 32 гигабайта памяти в айфоне. А ведь ещё 10 лет назад у меня был телефон 256 мегабайт. И я выбирала, что важнее, песня «Её, моё мама звонит» или видео про чебурашку с матерной озвучкой. Да, кстати, я помню эти приколы с матерными озвучками. Сейчас это так тупо смотрится, но раньше мы угорали, потому что мы ничего подобного не видели. Вот что значит настоящая дружба. Прикольно. Нет, а вдруг кот убил крысу и теперь спит своей жертвой. Сейчас напомнили мне мультик про варежку, которая стала собачкой. Помните такой? Вы тоже рыдали, когда она за гвоздик зацепилась? Есть ли вообще человек, у которого этот мультик не оставил душевной травмы? Да, я помню, грустный очень мультик был, я, конечно, не рыдал, но он не оставлял приятных впечатлений у меня после просмотра. Если у вас нет фоток с горнолыжного курорта, но очень хочется, воруйте чужие. Вас всё равно никто не узнает в шлеме и под маской. Этот стул причина всех моих кошмаров. Что ж, друзья мои дорогие, на этой кошмарной ноте со стулом. Хотя, по-моему, стул очень милый, он же просто стул. Короче, давайте этим закончим. Не забудьте про конкурс от компании AntPlanet. Возможно, вы выиграете или деньги, или ферму. Ну, попробуйте поучаствовать, вдруг вам повезёт. Надеюсь, настроение вам поднялось на видео. Спасибо всем за просмотр и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok